Фильм про кольцо Баспорского царства Фильм про кольцо Баспорского царства Фильм про кольцо Баспорского царства Все площадки, которые входят в наш глобальный маршрут И, соответственно, у нас родилась такая идея О создании научно-популярного фильма Путешествие по золотому кольцу Баспорского царства Которое мы представили в медиасовет русского географического общества И который, собственно, еще в апреле месяце поддержал эту инициативу Потом были определенные технические вещи к подготовке С оформлением документов И уже на самом деле в августе этого года Мы приступаем к съемкам Сюда приедет съемочная группа И начнут, собственно, посещать наиболее интересные объекты Золотого кольца Баспорского царства Для того, чтобы создавать этот фильм Расскажите подробнее о тех локациях Которые на Кубани у нас находятся Которые попадут в итоге в фильм Ну, честно говоря, не хотелось бы никого обижать И как-то раньше говорить Потому что понятно, что есть уже сценарий Сценаристы его дорабатывают, дописывают Утвержден уже лицо этого проекта Человек, который вместе с кем Будущие зрители будут путешествовать По, собственно, этим объектам Золотого кольца Баспорского царства Которые будут окунаться в исторические эпохи В прямом смысле? Ну, и в прямом в том числе, да Потому что мы старались включить в этот фильм Разноплановые площадки, которые есть Это будут и археологические раскопки Это будут и подводные какие-то объекты Это будут и музейные экспозиции Ну, и, конечно же, это будут объекты Такие более динамичные, театрализованные К примеру, какие-то шоу К примеру, парк Римская империя В Краснодарском крае Коли мы начали говорить об этом Там будут объекты винного туризма Там будут абсолютно разные Для того, чтобы в этом фильме все-таки показать Все многообразие и неповторимость площадок Которые входят в это Золотое кольцо Баспорского царства Для того, чтобы все желающие Кто захочет приехать сюда Отдыхать на территорию Краснодарского края Ну, собственно, и в другие регионы Смогут для себя выбирать самое лучшее И то, что им ближе Поэтому, конечно же, мы будем И в прямом смысле слова окунаться Ну, и вторая линия этого фильма Будет, конечно же, историческая Потому что основа всего этого проекта Лежит история Баспорского царства И те объекты, которые сохранились На территории Краснодарского края Других регионов, которые в этот входят Проект И, собственно, конечно же Без исторического отсыла Без понимания, что здесь проходило На протяжении целого ряда веков Конечно же, фильм будет неполным И мы предусмотрели вот такую вторую линию Это погружение уже как бы в историю Как я сказал ранее Ну, и второе Это уже такой больше тревел Посещение современных объектов Погружение в историю Вы имеете в виду документальный Как бы фильм? Да, конечно В том числе, конечно Это будет именно документальный Воспроизведенный, да? Да, фильм И, собственно, как бы здесь будут И очень интересные спикеры Которые смогут, с одной стороны, показать его И рассказать исторические события И, собственно, презентовать уже современные локации Современные площадки Которые входят в этот маршрут Поэтому, безусловно, мы это хотели сделать Тем более, ну, вот у нас на территории К примеру, Краснодарского края Есть замечательный музей-заповедник Фанагория Да, и там было сделано Специалистами этого заповедника Очень много интересных И порой даже сенсационных открытий Которые стоят И вообще, которые нужно посещать Любому образованному человеку И, конечно же, туда поедет съемочная группа Для того, чтобы познакомиться С теми артефактами С теми уникальными объектами Которые были там найдены Поговорить со специалистами Фанагории Ну, и так, собственно, будет происходить И на территории других регионов На территории других площадок Потому что мы, конечно, хотим Вот показать самое-самое интересное Что есть, и с чем стоит И с чем нужно, конечно же, знакомиться Прямо сейчас с нами на связи Как раз доктор исторических наук Руководитель музея заповедников на горе А также руководитель экспедиции Института археологии РАН Это Владимир Дмитриевич Кузнецов Мы вас приветствуем в нашем эфире Владимир Дмитриевич, хочу спросить, конечно Вот зону ваших раскопок Расскажите, в последнее время Что самое интересное удалось поднять из земли? Какие тайны она раскрыла вам? Ну, вы знаете Добрый день, во-первых Добрый Вы знаете, у нас очень много находок Потому что у нас большая, очень комплексная экспедиция Все перечислить просто совершенно невозможно Но я вот обращу внимание на самые последние Буквально находки последних Которые имеют очень большое значение Для вопроса остановления христианства в России Мы как-то упускаем, на виду тот факт Что на территории Кубани И специально на территории Таманского полуострова Христианские общины появились очень рады Мы очень много говорим о Херсонесе Мы очень мало говорим о своем собственном родном регионе Дело в том, что здесь мы вот, в частности, нашли Некоторые очень редкие вещи Например, стол Фрагментированный, правда Значительный фрагмент Мраморного стола Их такого рода известно А сколько нам сейчас Мы, насколько мы знаем Три экземпляра всего в мире Он стоял, находился в базилике И, видимо, использовался в литургических мероприятиях Возможно, он служил в качестве престола И мы нашли еще мраморную купель Баптистерии То есть купель, в которой крестили Младенцев Не только младенцев Но и взрослых тоже принимали в христианство Да, вот это, в общем, вещи уникальные Кроме того, что мы используем Владимир Дмитриевич, приходят Как часто туристы приходят и посещают территорию раскопок? Вообще, можно туда сделать Действительно, такой маршрут проложить к вам? Либо пока есть закрытая зона и открытая? Нет, нет Конечно, у нас музей У нас все хорошо, за исключением одной вещи У нас нет зданий музея Наш музей молодой И мы еще не могли построить здание музея Это дело очень серьезное Государственное, потому что музей федеральный Федеральное подчинение И нужны довольно большие средства Для того, чтобы построить музей Туристы к нам, конечно, приходят Они смотрят наши раскопки Это все организовано Мы обязаны это делать Как музейная организация Но самая большая проблема Подчеркиваю, это Отсутствие зданий в музее Мы будем функционировать в полноценном режиме Спасибо большое, Владимир Дмитриевич Надеюсь, что после того, как выйдет фильм Привлечется внимание еще больше Люди захотят все-таки Приять участие в организации музея Согласны со мной, Иван? Тем более, там очень неправдаценные объекты Я думаю, не только для нашей страны Для нашего региона Но и для иностранцев Потому что многие европейцы, например Заявляют о том, что в Европе нет памятников Античного искусства И вот истории этого периода Ну, скажем так, они есть Но то, что сохранилось на территории Современного Юга России Порой находится в лучшем Скажем так, в первозданном состоянии Нежели то, что находится сегодня В европейских государствах А потому что в момент Особенно период Средневековья Другие более, скажем так, поздние столетия Там проходила застройка Форматирование То есть такое воздействие Как бы человеческое Происходило более серьезно И что-то с этими сооружениями Просто были утеряны, наверное Ну и не то, что утеряны Там где-то перестроились они Для того, чтобы они более функциональны Были на определенный исторический момент Определенное историческое время Нежели тех объектов Которые сохранились у нас Которые, по сути дела Не так перестраивались И на них было не такое сильное воздействие Как было в европейских странах Поэтому в этом отношении Конечно, Россия сегодня Обладает достаточно уникальными объектами Которые вызывают безусловный интерес И не только в европейских странах Но и вообще по миру целиком Потому что мы уже стали свидетелями Когда в этом году По объектам Золотого кольца Босфорского царства Поехали не только европейские страны Такие, как, к примеру, Германия Австрия, но, к примеру, Япония Представитель такой азиатской страны Сказалось бы, далекой Но была группа с Японией Это вызывает определенный интерес И мы надеемся, что так же это будет продолжаться Ну и, соответственно, то, что И те находки, которые вот сейчас говорил Коллега Кузнецов Значит, он сказал так вот Буквально о последних Но если вот кто бывал В этом музее Фоногории И как раз таки Владимир Дмитриевич и его коллеги Они очень активно, очень интересно Показывают, рассказывают Конечно, там есть объекты Которые в свое время Ну, я имею в виду там На протяжении последних нескольких лет Производили фурор В мировом археологическом сообществе Историческом сообществе Ну, вот, к примеру Я могу здесь соврать Я все-таки не такой Там, как бы Я не историк Да, ну, я не историк, скажем так И здесь, конечно, безусловно Вся прерогатива коллегам из музея Фоногории Других площадок, которые Являются профессиональными историками Музейщиками Вот, но вот они находили, к примеру Объект с персидской надписью Которой там по определению Быть не могло Как он попал Вот, и по сути дела Они потом разгадали Эту загадку И, собственно, и произвели Определенного рода фурор В научной сфере Да и не только в научной Вот, и это было целое событие И, конечно же, когда ты воочию Приезжаешь туда и можешь посмотреть Когда это подкреплено Вот этим профессиональным рассказом Наших коллег-ученых Из музея Фоногории Из Института археологии Российской академии наук Конечно, ты по-другому воспринимаешь Те места, куда ты приехал Посещаешь Ты по-другому воспринимаешь Вообще, как бы, историю этих мест Событий, которые тут происходили Потому что, конечно, это был один Из центров Европы И мира, я не побоюсь этого слова В свое время Поэтому, конечно же, это все очень интересно Это все завораживает Все это затягивает И, конечно, призывает Лучше знать историю современного юга России Браться там за книги Влазить в интернет И, собственно, искать какие-то дополнительные источники Для того, чтобы обогащать свой багаж знаний И для того, чтобы все-таки с головой погружаться В те исторические события, которые происходили Иван, если возвращаемся немножко к фильму Кто будет работать на них? Какая группа? Я имею в виду, насколько глубоко она будет погружаться Вот эти исторические аспекты, которые вы упомянули Или это все-таки будет больше популярный формат? Как определяет русско-географическое общество? Русско-географическое общество снимает И поддерживает абсолютно разные проекты У нас вообще в целом есть проект Мы ежегодно поддерживаем на конкурсной основе Какие-то медиапроекты Это могут быть и художественные фильмы И документальные, научно-популярные Мультфильмы, к примеру Все это так или иначе связано с нашей деятельностью Должно популяризировать географию, историю, экологию нашей страны Какие-то личности уникальные Что касается этой работы Когда мы, собственно, начинали об этом только лишь думать Мы понимали, что на нас, с одной стороны, лежит очень высокий груз ответственности Рассказать историю этих мест и показать ее красиво Знаете, на таком профессиональном уже Сленге Сленге Вкусно, да, вот Что ли И в тот же момент Конечно же Не уйти Вот только лишь в историю Для того, чтобы это было Вот такому среднестатистическому Жителю нашей страны Или там гостю, неважно Было интересно Поэтому мы и выбирали Как бы такой формат Чтобы такие две было параллельных линии История и современные места Для работы над этой картиной мы позвали Ну, на мой взгляд Это одни из лучших документалистов К примеру, режиссером будет выступать Виктор Ющенко Это академик Академии российского телевидения Человек, который работал и в Голливуде Который имеет большое количество профессиональных наград Таких как ТЭФИ, НИКА и других То есть мы с ним как-то работали Снимали фильм «Второе рождение линкора» Здесь на территории Краснодарского края В районе Новороссийска, Цемесской бухты Ну, это была вообще другая история Но опыт есть, да? Да, у нас опыт есть хороший И мы когда выбирали Конечно, мы выбирали тех режиссеров Мы со многими работали На территории Краснодарского края Лично для меня это уже четвертый фильм Который я продюсирую И определенный тоже опыт есть Поэтому мы выбирали, конечно, тех людей Которые понимают специфику исторического фильма И в тот же момент могут это сделать качественно и вкусно Поэтому для работы над ним мы привлекли На мой взгляд, одних из лучших документалистов Которые есть в нашей стране Это будут московские коллеги Это будут и наши местные коллеги Которые будут принимать в этом участие Помимо этого, в качестве уже, скажем так, и спикеров В качестве уже команд, которые будут помогать Основной съемочной группе Безусловно, мы привлекаем местных наших коллег Тих людей, которые, да, работают над проектом Золотое кольцо Баспорского царства И которые могут Потому что, понимаете, у каждой территории Даже я не говорю о регионах У каждого муниципального образования У каждой площадки есть своя какая-то изюминка Есть какая-то своя специфика интересная И порой, даже погружаясь, работая на таким глобальным проектом Как Золотое кольцо Баспорского царства Ты можешь до конца не понимать Или не знать всю специфику той или иной площадки Поэтому, конечно, мы в каждой площадке Где будут происходить съемки Мы общались с этими специалистами Мы погружались во все детали, которые могут быть Мы что-то меняли в сценарии Мы добавляли какие-то дополнительные площадки Все лишь для того, чтобы максимально интересно Показать и не упустить Вот самое интересное в этом фильме У всех тех площадок, у всех тех объектов Куда мы будем посещать Поэтому это будет, конечно, такой комплексный Большой творческий труд Творческая работа Наверное, ни одного десятка людей Которые будут принимать съемочную группу Которые будут работать в качестве экспертов Спикеров, которые будут подсказывать Ну и которые, собственно, и сами будут снимать этот фильм У нас на связи еще один эксперт Это руководитель проекта «Новое русское вино» И оператор «Винные дороги Баспорского царства» Елена Порман Елена, здравствуйте Здравствуйте, добрый день Как туристы оценивают проект «Винные дороги Баспорского царства» Что им прежде всего интересно в нем? Вы знаете, эта история интересна тем, что «Винные дороги» в данной программе Воспринимаются в контексте истории Исторических традиций, давних, античных традиций Которые существовали на этой территории 2000 с лишним лет И сейчас они не просто возрождаются А формируются новые турпродукты Которые для туристов показывают Не только винодельческие традиции Но и предоставляют им возможности Где остановиться, провести время Провести время со вкусом То есть винодельни формируют сегодня Не просто экскурсионные программы А истинный турпродукт Как это принято в турбизнесе Для того, чтобы развивать туризм в регионе Надо помимо экскурсий Создавать полностью скомплектованные турпродукты Которые рассчитаны не на посещение на полдня А на один, на два более дней И такие турпродукты, естественно Должны включать в себя наличие гостевых домов Ресторанов и других объектов Которые турист посещает во время такого тура И, конечно, туристы очень высоко ценят Такую возможность оказаться совершенно В уникальных местах для России Многие ездили винные туры по Европе По другим странам уже есть впечатление Но попадая на российские винодельни Которые предоставляют такой широкий комплекс услуг Конечно, первое впечатление – это позитив Это позитивные эмоции И именно эмоции придают таким турам Потенциал на будущее посещение И интерес со стороны тех, кто приехал И с Рафаном радио информация передается И на более широкие круги потенциальных гостей Елена, хочу спросить Вот именно об особенностях тех проектов Которые входят в эту винную, скажем так, карту путешествий Вот именно виноделин Кубани В чем они отличаются выгодно От других своих конкурентов-коллег? От других коллег, наверное, мы сегодня Не будем считать конкуренции Это совместное развитие одной отрасли И побывав в одном регионе Возникает интерес посетить другой Чем отличаются кубанские винодельники Винодельник Краснодарского края Они интересны тем, что именно не дожидаясь Пока будут поблизости построены новые отели Интересные рестораны Они делают это самостоятельно В рамках собственной инфраструктуры Такие интересные объекты Как винный дом Абраудерсу, Левкадия Они строят гостевые дома Они строят массу мест для интертеймента Где люди могут проводить время Останавливаясь, как я уже сказала Не просто на экскурсии, а на один, два и более дней Прекрасное заведение Есть в Винотере Это гостевой дом и ресторация По трассе Анапа-Новороссийск Именно формируя такие кластеры Где турист может проводить Определенное количество дней И вокруг этой точки Формируя ряд мест Для привлечения их внимания Винодельник, сыродельник, музей античной истории Все же, когда мы говорим О винных дорогах Босфорского царства Именно одним из условий Участие в этом проекте для виноделия И является привязка к античной истории Потому что огромное количество артефактов Древних сосудов винных, пифосов Амфор до сих пор находит на территории Кубани В прибрежной зоне Что совершенно логично Ведет к формированию этой темы В экспозиции для туристов И привязка к корням, к истории Она несомненно формирует Такую региональную идентичность Образ региона, имидж региона И регион становится центром античной винной культуры Спасибо вам большое, Елена Я напомню, с нами на связи была Елена Порман Это оператор проекта Винные дороги Босфорского царства Иван, знаете, о чем хотела спросить? Как раз Елена навеяла мне такой вопрос Винная тема и вообще гастрономическая Будет как-то затронута в этом проекте, в вашем фильме? Ну, я начну с того, что хочу Елену поблагодарить За очень активное участие в проекте Золотое кольцо Босфорского царства На самом деле есть такой большой подпроект Винные дороги Босфорского царства Буквально недавно мы презентовали его в Москве На башне Федерация 89-й этаж Где проходила с одной стороны презентация проекта Подписание соглашения между русским географическим обществом И структурой управделами президента По как раз таки совместному реализацию Продвижения того проекта И в тот же момент проходила презентация Под проекта Винные дороги Босфорского царства Где приезжали виноделы из разных регионов Включая Краснодарского края И как раз таки презентовали свою продукцию Рассказывали Это был и Винный дом Абраудерс Ну и много-много других И конечно, большое спасибо Елене За то, что она очень активно развивает Проект Винные дороги Босфорского царства И способствует развитию объектов винного туризма На территории Краснодарского края Других регионов, которые входят в этот проект Что касается нашего фильма Безусловно, виноделье Это было целое направление культуры Скажем так, древних греков Этому уделялось большое внимание Много и мифов есть И много вообще событий Конечно, жизнь вот этих древнегреческих полюсов Древних элинов Конечно, трудно представить без вина Конечно, мы в том числе и в нашем фильме Предусмотрели посещение Ну не всех, но нескольких интересных объектов Винного туризма Для того, чтобы с одной стороны Рассказать о процессе Скажем так, этого виноделия И о тех объектах, которые сегодня здесь есть Это тоже очень интересно И в тот же момент Рассказать о какой Все-таки об истоках виноделия Какое место в жизни Древнегреческих полюсов Которые здесь были Словно древних греков Которые здесь проживали Занимало виноделие Потому что это целая культура Спасибо вам большое, Иван И за то, что нам начали про это рассказывать Потому что, мне кажется, невозможно Про это долго говорить Все остальное увидим в фильме Успехов вам на съемках Спасибо большое Спасибо